Ну, знаете, Вань, мы медленно и плавно подбираемся ко второй половине дня. И вот именно на это время синоптики прогнозировали чуть ли не апокалипсис. Но, честно говоря, мы находимся на Сущевском валу и ничего подобного я пока что не наблюдаю. Да, идет небольшой снег, да, есть небольшой ветер, но никаких заторов на дороге. Вот вы можете видеть, что машины спокойно двигаются вперед. Ну, кроме того, есть люди, которые так неспешно абсолютно прогуливаются по улочкам Москвы. Ну, возможно, знаете, как говорят, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Возможно, им на самом деле тепло и уютно, и они наслаждаются столь долгожданной снежной зимой. Но пробки на дорогах Москвы сейчас всего 3 балла. Возможно, это связано с тем, что, конечно, небольшие, понятно, и связано это с тем, что снегоуборочная техника работает во всю силу. 15 тысяч самосвалов, погрузчиков выгнали на дороги столицы. Ну, кроме того, жизнь налаживается и в столичных аэропортах, в Домодедово, Шереметьево и во Внукове. Наконец-то начали отправлять задержанные рейсы, их, напомню, было более 60, и люди, наконец-то, начали покидать залы вылета. Но, вы знаете, мы потихонечку подбираемся к такому небольшому рекорду. Антициклон, который прозвали Даниэла, на самом деле принес очень много снега в Москву. Вот последний такой рекорд был установлен в 1987 году, возможно, мы его побьем. Но снегоуборочная техника продолжит убирать, чтобы не было никаких заторов на дороге. И основная масса самосвалов на дороге Москвы выйдет после 8 вечера. Ну, поэтому такой небольшой совет, наверное, водителям, которые не прислушались к мнению госавтоинспекции, скорректировать и не пересели на общественный транспорт. Нужно как-то скорректировать свое время, чтобы на дорогах не образовывались большие пробки. Продолжение следует...